А дебюта и проглотили, и не видели. А почему отцеживают? Ну, оно не нужно. Отцеживают, то есть они глядят, как бы не пропало, задержать это надо. Вот смотрим, что об этом говорит Пеофилакт. Господь упрекает форисеев, как безумно. Ибо, придирая более важные заповеди, они стараются точно исполнять менее важные. Замечая малые грехи, на большие не обращали внимания, потому что все делали без страха Божия. Вот в чем. Речь идет не о комарах, конечно, не о борьблюдах. Малые грехи, знаете, как хорошо заметно. А когда человек живет в большом грехе, вот мне звонит человек, я согласен все, что вы говорите, но иконы. Баптист. Ну, зачем иконы? Вот вы крест целуете. Что ты комара отцеживаешь? В первую очередь, грех это или не грех, только разберись. А если это не грех, никакого значения ты не имеешь. Целуешь, ты не целуешь. А вы без священства остались. Как этот верблюд-то проскочил мимо вас, и вы его не захватили? Без священства вы не церковь. Вы знаете только, что главное для нас. Почему есть такое выражение, в главном единстве, во второстепенном свободе, во всем любовь. Приписывают его то Тартулиану, то более поздние периоды, блаженным Августинам. Но смысл понятен. Самое главное. Вот приходят люди в храм. В любой. Надо покреститься же. Сейчас пост. Почему? В пост-то саму бы икры. Это повенщается. Какая разница? Венщаться нельзя. Не о вере спрашивают, а на день смотрят. Ну нельзя. А почему нельзя? На Масленице нельзя. Вот уже восьмая неделя. На Пасхальной нельзя. Это подряд все. Уже девять недель. А потом придумали еще там интронизация патриарха, императора. Когда император короновался им. И в этот день молодым спустя сто лет нельзя жить. Ну какое отношение это? Царя того нет. Он уже над царицей нажился, умер. Детей наплодил. А мне нельзя? Почему? Накануне каких-то дней. Ну это понятно. Но самое главное, это упустили. Христа-то совсем здесь нигде нет. Вот сегодня говорят экуменизм, экуменизм. Я категорически против экуменизма. Но само слово экумена означает собрание. Это слово мы же из Ветхого Завета можем узнать. Из Ветхого Завета. Он говорит, посреди собрания воспою тебе слово экумена и есть церковь. Плохо, что теперь они соединяются со всеми, ну где-то там. Какое отношение ко мне это имеет? А ты теряешь единство в церкви. А вот об единстве церкви этот, это главная первосвященническая молитва Христа Евангелия Теана 17 глава. Все в единстве. Будьте едины, как я с отцом. Что непонятно. А под видом того, что патриарх с кем-то там обедал или разговаривал, да неизвестно как, он оказывается просто стоял. А с вами все это придумали. Ты теряешь единство с церковью. Я с ним не хочу быть патриархом. Но я каждый день молюсь за него. А как ты считаешь, он может спастись? Да может быть вперед там будет всех нас. Откуда я знаю это? Ну допускаешь, можно. Конечно, благодати никто не отнимал. Нет, здесь покушаются на другое. То, что они там с кем-то помолились, с католиками, с армянами особенно. А армяне здесь поедают, как мы троицу святуем. Значит, все из-за патриарха или из-за лавры теперь от меня Бог отнимает благодать. Вот это и есть. Комара отцеживают, а верблюда поглощают. И это на каждом шагу. Зуман человек причастится. А ничего не ели сегодня, натощак. С чего взяли? Ну, я придерживаюсь этого. Куда девать это? Я православный. А вот мать не кормила, даже ребенка. Бывает таблетку проглотила больная, а готовилась. Ну забылась, там боли ее настигли не вовремя. И все, батюшка приехал, говорит, не буду причащать. Да почему же ты не будешь прищащать? Ты спроси, главное любит ли она Господа? Прищащается любой с улицы приходит. Это главное, веру потеряли, Господь говорит. И милости у тебя к этому человеку нет. Ты как считаешь, апостолы были правы, когда они причащались со Христом? Тем более, причащал их великий первосвященник. И сначала они поели барашка, шашлыка вкусили, запили вином, а потом стали причащаться. Так выходит, не натощак первое причащие-то было. Первая литургия была не натощак, запомните. И первая литургия была на опресночках, потому что семь дней наступали опресночные. А у нас на хвастном хлебе и католики не правы. Понимаете, мы всюду и везде комаров отсаживаем, а вербли так и пролетают. И не где-то, а именно у нас. И не где-то в богослужении. Вот надо высчитать, не там ударение. Попробуй 39 раз, Господи, помилуй священник. Скажи так, и он выскочит сразу. Если ты 39 прочитал, еще один раз скажи. Как у старобрядцев. Было два раза, аллилуйя. А стало три раза. Все, отойдем от церкви, не едини будем. Да это, ну разве в этом смысл-то? А то, что у вас Библии-то нет, и вы не считаете волю Божию, не знаете. Лицемеры, лжецы. Как говорят, безумные, Пепелак говорит, безумные, главное это оставили. Писание люди не знают, а смотрят за ударением. Как писать, с одной буквой Иисус или с двумя, стараться с одной пишаться, с двумя нельзя. И с двумя, они прямо хуляют это слово. Иисус то же самое. Да не с одной, не с двумя, а полторы, потому что Ешуа. И все кратки начинает это. Не тот, не другой, не прав. И так в каждом деле. Дух Святой исходит от Отца, а католики добавили от Сына. Все враги. А теперь возьми, сколько крестовых походов было, сколько было войн между православными католиками. Да то-то имеет какое-то значение разве. А то, что убивали друг друга, захватывали Константинополь, громили все, и православных убивали, и храмы сжигали православные католики. Это от Отца и Сына исходящее? А может быть от Сына дьявола от какого-то исходящее? Какая ненависть была? Инквизиции сколько? А были-то вместе, может быть этого-то и не было. Большая беда в том, что люди не могут отличить главное от второстепенного. А когда начинаешь сравнивать, ты сравнивай одно, что у тебя было. Вот у нас есть преимущество перед другими православными храмами, что у нас все библейское считается на русском языке. Это дорого стоит. Сталтыр считаешь, понятно, оно прям по сердцу. Даже помилуй меня Божие, живущий под кровом Всевышнего. И так любое. Евангельское чтение, вот прочитали сегодня про блудного сына. У нас мешку говорят, неделя наша. Ну, как говорят, День защитников Отечества, так неделя блудного сына. Все мы блудные сыновья и дочери, поэтому этот день как праздничный для нас вроде. И тот тоже стоял, отцеживал комара, козленка ему не дал, отец. А что волю отца нарушает? Что не радуется возвращению брата, он ни во что не ставил. Вот этот глюда проглотил прямо по притче. А ему козленка не дали с друзьями погулять. Он уходит, все время работал, как наемник-то. И у него, выходит, никогда сердце так открыто не было к отцу. И отцово так не было расположено. Да почему отец дал, и ты обсуждаешь теперь-то? Ну, почему я должен сегодня, ну, говорить плохо? Библия в руках баптистов плохо. Это хорошо. Они работают, вот они стараются на свою сторону перетянуть харизматы там. С наркоманами. Хорошо. Он накормленный уже не вышел здесь, нас не раздевает. Ты куда ни посмотри, кто работает во славу Божию. Хорошо. Всякое доброе даяние от отца света. Ну, доброе это дело или нет, что наркоман перестал спить. Так они его в секту затащили. Они свое получают. Они работали, они для этого и работали, если бы они в это не верили. Но он-то искренне верит, что это не секта. Он верит, что церковь. А вот за то, что они секта, а им ты не сказал, а за это верблюдат и ответишь. Самое главное, Господь говорит, идите по всему миру. Монахи это просмотрели. Главное верблюдат просмотрели, на которые надо было ехать на благовестие. А комара видели, отцеживали, сколько дней, какие мысли, сколько поститься, куда залезли в пустыню на горы. Иеремия, 2 глава, 13 стих. Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды, живой оставили. И выстекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Одно с другим. Сравни теперь. А какой истинный водоем? Священная Библия, вот он, водоем. Я дам тебе воду, за которой ты больше не будешь приходить. Господин, дай мне такой воды, чтобы я не приходила больше черпать. А дальше говорит, истец сказал о Духе Святом. Главное, это упустили. У православных понятия о Духе Святом никакого нету вообще. Вы знаете, дома себя исследовать надо, приходя отсюда. Я вас уже неоднократно прошу, исследуйте в домашней, тихой обстановке, какой у меня дар, талант, умножая его или нет. И один с одним пришел, он строго был взыскан, превращение-то не принес. Хотя видно было, что он был верующий. Я знал, то есть он говорит, знал о нем. И он сохранил, не растронжирил, завернул, как тщательно охранял себя. Он где-то в монастыре сидел, видимо, зарыл, в горы ушел. Да это прям про монашество, притча-то вся. Но талант-то зарытый. Он никому его не передал, он ни одного ученика не оставил. Он никого духовно не родил. И за это ты уже ответишь. Главное, это вот что. Идите по всему миру, чтобы людям явить и лик Божий. Нам дали вчера посмотреть про Китай специальный, называется иероглиф дружба. Ну, это часа, наверное, три, смотреть надо. Очень хорошее. Что там делается? Страшно и жить не хочется. Что на нас, какая беда надвигается? И сразу встряхнешься, Бог. Все от Бога. Их, оказывается, не миллиард 200 миллионов, больше двух миллиардов. Все остальное не учтенное. И что они делают? И сколько их есть? И как они приходят? И как выдворяют? И что там у них? Такие съемки. Притом, начиная, как Сталин с Мао встречается. И все-все по порядку. Обнимается хручье в кадре, все историческое. Все, ну, Горбачев едет. Это политика, а на самом деле мы не боимся, что вот я во время службы напоминаю такие имена. А что ты боишься? А вы, говорит, говорите, имена называете. Да ты Библию не считал. И там и на выхода Носор, и все имена Дарьи, Валтасары, кто будет убить. Нас Библия научает называть факты своими. Именами, числами. Так и это. Они рвутся сюда. И в школах их учат, что где-то до Урала это все старая китайская территория. И сколько сейчас отдали? Около 700, кажется, островов на Амуре только уже отдали Китаю. И люди, многие этого не знают. И там пустующие деревни, они идут. И как они русло реки меняют, она отодвигается, показывает как. Речь идет уже о тысячах гектарах. И показывает, как вывозят лес. Миллионы кубометров. Ну и что? О, а твое какое мнение? Мое мнение такое, конечно, оно неординарное. Никаких границ не было, Бог сказал, и по всему миру люди пошли. Огромная территория у нас необихоженная. Народу нет. Женщина убивает детей в утробе. А у них огромный штраф накладывается за рождение второго ребенка. Но в деревне нельзя учесть, у них там по пять, по десять. Каждый день один ребенок, как мусульмане. И ничего не сделать. Выхода никакого нет. Только молитесь. Мы сами приготовили себе это. Выходит, женщина выступает. А ты спроси, сколько ты абортов-то сделала, голубушка? Чего ты на них говоришь, робчишь? А они здесь уже рождают и записываются. Тянь-синя, а называется Миша Максим. Вот все. И ничего нельзя сделать. Тебе надо один раз только посмотреть, только никаких слов плохих не скажи. Я прочитал и восславил Бога. Господи, слава тебе. По делам нашим. И хорошо. А дальше еще будет видно, как. Им жить негде. Они будут до самого севера. И все это отойдет. Не сегодня, чуть попозже. По-другому не может быть. Весь мир смотрит на наши громадные территории, которые были бы заселены, если бы сберегали народ. Уничтожены. Сегодня по выплатам Менделеева нас бы было, может, 700 миллионов. Это все было бы заселено. А у нас сегодня ничего нет. 100 миллионов только ГУЛАГ сожрал. Ну и все. Успокойтесь. Нам народ не нужен. Его только уничтожали и уничтожали. А людям жить негде. Ну и вся земля принадлежит Богу. Господня земля и что наполняет ее. Что Хабара прошел, Ермак. Там жили когда-то люди другие, их уничтожили. И все. Не надо самого себя обманывать. Что это наша территория и прочее. Да, я не патриот. Я просто смотрю реально через Библию. Все меняется. Контуры и границы показывают. И уже меняют. Правители. Как голосует в Думе пустая Дума. И там они голосуют. И территории тут же отходят. Острова. А если ты Бога не знаешь, ты лопать от злости будешь. А я Бога знаю. Я благодарю Бога. Господи. И это от Тебя. И что плохо. И это от Тебя. И вот что бы ни было. Господь заранее предусмотрел. Заложил. И через это кого-то еще обратит. А если бы эти 700 миллионов, которых могло у нас быть сейчас русских, да все бы были научены свидетельствовать, да эти 20 миллиардов могли Бога знать. Они бы Христа сегодня славили. Они бы любили Бога. Это все в нас. Вот он где верблюд-то главный. А комара отцеживали, кто что сказал, против царя, против правителя. Рубили голову. Выстекли, естественно, водоемы, немогущие держать воды. Разные марксидные ленинги. А Библию оставили. Источник воды живой. Иоанн 7,37. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Верующий в меня, как сказано в Писании, еще я употеку третьей воды живой. Это предсказало Писание. Ты хочешь иметь полное водоемы другим дать? Считай и проси Духа Святого. Да разве сегодня в церкви будут об этом проповедовать, чтобы люди свой талант обнаружили и умножили его? Обнаружь, найди, какой талант. Может по специальности. Это талант. Ты врач и можешь кому-то помогать где-то. Даже в технике разбираешься, кому-то помогаешь бесплатно, не ради только выгоды. Ухаживать, находить, утешить. Это все таланты. Их надо умножать. И при том итог подводить каждый день. Иначе Бог отзовет сегодня. Завернутый в платок покажем. А дальше по рукам и ногам свяжите и выбросьте восьму внешнюю. Иеремия 17,13. Господь есть источник воды живой. Значит все остальное, что смотрим в фильмах, в телевизор, это разбитые водоемы, гнилая вода течет. Люди на многое обращают сегодня внимание, а на это не глядят. Главное заражен источник. Заражен, заражен от твоего здоровья и домашний болт умер. А ты в разговоре, то у тебя ничего не будет. Божественно не скажешь. Иезеки 47,9. Очень интересное место. Оно пророческое. Всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где выйдут две струи, будут живо. И рыбы будет весьма много. Потому что войдет туда эта вода, и когда войдет этот поток, все будет живо там. Вот такое слово, что два источника выйдут, я даже гадать не хочу, это священное описание Библии, Ветхий и Новый Завет. И там будет много рыбы, то есть многие будут обращаться. Закрыли этот источник, к этому пророчеству не присланились, его нигде никто не говорит. И всякое насекомое, все животворится, и все, что в эти потоки попадет, пророк Иезекиев говорит, будет живо. А человеческое, оно все мертвит. Бились за букву протопов по вакууму с Никоном, и ни один Библию не открыл совсем. Ни одного места я не нашел, чтобы они, говорил один, надо идти проповедовать, а другой бы сказал, не надо. Они знали точно, что не надо. Они знали, что вот такая служба, и служба продолжалась 6-8 часов, нам уже в сокращенном виде досталось. И чтобы высчитать надо все, и ни одного слова не пропустить. И поэтому в храме одновременно по разным углам считали 6 человек, называлось многогласие. Понять вообще ничего нельзя. Каждый считал, старался громко, и даже рядом стоящий ничего не слышал. Но все стояли благоговейно, до конца выстоял, ноги главное не подгибать. Ну, на самом деле, это хорошо ноги не перегибать. Стоять не как, говорит, журавль. Ну и стоял, и не упал. Вот против этого вакуум восстал. Давайте кое-что, может быть, кофтей. Нет, надо все учитывать. Тогда служба стала в 9 часов. Лучше 9, но ничего не упускать. Да чего не упускать, потому что она одна и та же. Круглый год одна и та же. А то оставь под службу один час, полтора часа. А остальное на дело пропаде, открой Евангелие, читай Псалтырию, чтобы люди понимали. Главного-то верблюда проглотили, пропустили. Пророк Захария говорит, 14 глав, 8 стих. Живые воды потекут из Иерусалима. Явно дело, что никакие другие воды нас так не напоят, как учение, которое мы получили. И оно из Иерусалима. Иудеи имеют великое преимущество, в первую очередь, в том, что им верено Слово Божие. Я перед вами хочу похвалиться. Бог услышал еще молитву. У меня был близкий человек, крестник еврей. 17 лет был потерян. И вдруг объявился. И уже сегодня ночью опять позвонил. Ждет книги. Вошел в интернет, нашел наш сайт. И он работает. И главное, что он захватил, это второй том, как работать с сектантами. Там столько восхитительных слов, о котором я говорил отец Наум. Что помолились о нем, и чтобы дошло. Туда не доходит. Страна блокирована. Властями никак туда не доходит. Только сейчас он нашел знакомого священника, от их патриархии грузинской. Но он служит в Армении. На Армении я посылаю уже на этой неделе. Кому-то обращаюсь помочь. Не деньгами. От вас ничего не зависит. От вас только молитва. Он работает. Работает с разным контингентом. Жена у него грузинка, он сам еврей. И, наконец, они вот вышли. Я каждый день, ни одного дня не было, чтобы за него не молился. Представьте, 17 лет. Никакого ответа. Пишу на патриарха туда писал. Мертвая зона. И вдруг его сын приезжает в Москву получать книги. И с кем-то разговаривался. И он говорит, а я вот такого знаю. И меня назвал. Вот теперь потерян. Он говорит, а я его знаю. И сразу дал ему телефон. Он тут же сразу позвонил. Видите, как все у Бога. Господь испытывал. Я даже не знал, живой ли он. Родители его давно уехали в Израиль. Отца у него так и звать Израиль. Это имя его. И вот это единственный еврей, который не отрицает протоколы сиомских мадрецов. И евреям про это говорит смело и открыто. Обычно они все отрицают. Это выдумка царской охранки. Ему все буквально открыто. Потому что он здесь родился. Вот я про него говорил. Когда крестили его, он ушел под воду. Они сказали, когда выходить. Он сел там и сидит под водой. А вода, ну видно, такая купель. И он сидит там. Это в полное настоящее было крещение. И он не смотрел на то, как дальше быть. Он когда узнал, что это правильно, приехать не мог. И он подумал, три сына, ну как умрут. Поехал искать. Приехал в Гомель. А там только старообрядцы. Ему сказали, они крестят полное погружение. И священник согласился, он у них покрестил. Старообрядцы, какое-то претензия к нему, чтобы они к ним переходили. Да ты же крестил не для этого, а для Христа. Откровение, 7 глава, 14 стих. Агнин будет спасти их и водить на живых потоках вод. На живые потоки вод. Я говорю пока о воде, потому что люди многое льют воды, за что-то цепляются, за какие-то маленькие мелочи, пуская самое главное. Запоминайте, повторяйте эти два слова, Христос и Библия. А как расшифровать Христа, слово Христос? Сын Божий сошел с неба, умер за меня, он провел кровь свою, меня омыл крови своей, я его чадо искупленное и вписано в книгу жизни. Все остальное. Это Библия. Библия вся до буковки, до запятой, дороже неба и земли. И тут все неизменно. И понимать ее нужно только так, как истолковали святые отцы. Все. Все растолкование. В этом все богословие. И ты радуйся. Ну да, к этому уже добавь, что как по Писанию, вне церкви нет спасения. Нет. Какие бы люди хорошие ни были, я признаю их преимущество перед нами. Но это не главное. Главное, что они и в церкви. Рукоположения нет. И я ничего не могу сделать. Я им доказываю, говорю, они это понимают. И тут же отступают. Ну как же, столько людей у нас так много и такие хорошие. То есть хорошие-то люди везде есть. Ты даже не знаешь, какие хорошие у буддистских монахов я посмотрел. И какие они муки терпели. И как их мучили, разбивали голову, показывают, режут, что с ними делают. И все это съемки идут. Тех времен сумели достать. То есть злоба везде. Эти подвижники, как на них будут смотреть. И они только на Бога уповают и все. Какая у них вера. У них и веры-то никакой нет, я считаю. Главное это милость. Любовь. Вера. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 10 стих. Христос говорит, чтобы мы научились отличать главное, просите. И Он вам даст. Он сказал это самарянке. Люди, которые приходят в церковь, они в первую очередь научаются мелочи. Как купить свечку, через какое плечо подать, какой иконе поставить. То есть вот это вот все узнают. Это все комары. Комары летают и кусают. Ты главное узнай, что без веры угодить Богу невозможно. Вера должна быть живая. Притом вера евангельская. Сейчас так бьются за то, чтобы все были верующие. А какие верующие? У нас же своя история, свои традиции православные. И оказывается лозунг у них такой. Мы за православие, но против христианства. Ничего страшнее нет. А откуда они это взяли? А то, что они увидели, что православие с христианством все-таки очень сильно разница. И когда стали говорить, да это вера вся еврейская. Наша православная, это Иван Калита, князь Владимир, все остальное. Богородица, я говорю, а как же Богородица? Богородица это русская была. Люди совершенно ничего не знают. И при том бьются насмерть. Великая державная партия. И вполне может быть, что они будут иметь даже влияние. При том, они в высшие эшелоны власти пробрались. Везде буквально ездят. В администрации нашей в крае я беседовал с ними. Он уже это все подцепил оттуда. Я говорю, вы главного упустили. Главное, что Христос единый. Единый, кто спасает нас. Без Христа нет спасения. Без Библии пути стены закрыты. И поэтому вот это главный наш верблюд, на котором мы въедем. Мешает этому свое личное понимание. Этого тоже надо бояться. Своё личное мнение, так как комар назойливый, оно ничего не значит. Хотя бы ты уверен был, но тебе сказали, так написано. Так святые осынисты уковали. Все, прости. И опять движемся вперед. Сегодняшнее наставление для нас должно насторожить. С утра и до вечера думать, Господи, а не наглотался ли этих верблюдов? То есть, отбрасывая то, без чего абсолютно мне жить нельзя. Да не будет нам сказано, что безумные и слепые не могли отличить главное хорстепенного. Аминь.